Ясас. Калимейра. Ясас. Херетес. Здравствуйте. Ясас, ясас. Привет. Присоединяйтесь. Я рада вас видеть. Привет, привет, привет. Привет. Ангелина, привет. Я уже некоторых узнаю. Татьяна, здравствуйте. Ясас. Калимейра. Калимейра. Здравствуйте. Здравствуйте. Ясас, ясас, ясас. Скажите, у меня слышно меня? Слышно? Меня слышно хорошо. Слышно ли меня? Напишите, пожалуйста. Привет, привет, привет. Всем привет. Присоединяйтесь. Пока вы присоединяетесь, истеканете, истеканете. Напишите в комментариях, как ваши дела, как прошла ваша неделя. Все ли хорошо? Ола кала. Ола кала. Истекала. Истемьяхара. Пишите, пишите. Привет, привет, привет. Напишите. Да, слышно? Это хорошо, что слышно. Здорово. Ореа. Здорово. Полиореа. Полиореа. Очень прекрасно, прекрасно, прекрасно. Смотрите. А у нас сегодня хорошо слышно. Теперь нам остается выяснить, хорошо ли будет видно. Те, кто были на прошлом эфире, помните, что сначала, когда я стала демонстрировать карточки, все было окей. Потом они увеличились в размере или как-то сдвинулись. И, в общем, что-то было не очень хорошо видно. Давайте посмотрим, как у нас сейчас с карточками обстоят дела. Например, я вам хочу показать карточку со словом здоровье. Здоровье, потому что здоровье. Я хочу пожелать вам ясас. Здравствуйте. Здоровье. О, вроде ничего. Да? Здорово. Ну-ка, давайте посмотрим там, где картинки какие-нибудь. Вот, например, мы сегодня будем кушать бугацу. Видно? Здорово, как хорошо. Наша бугаца даже видна. Просто моя радость, знаете, она просто неописуемая. Я надеюсь, что так все и будет, потому что в начале, когда мы тестировали, карточки опять были какие-то наперекосяк. Мы уже придумали разные запасные варианты, как можно выйти из положения. Ну, все здорово. Так хорошо, что все видно. Вот видите, хорошо. Даже карточки нам об этом сегодня говорят, что все хорошо. Здорово. Здорово, классно. Ух, как хорошо, правда. Поли-кала, поли-кала, поли-ореа, поли-ореа. Так, и еще, знаете, как мы же с вами здоровались еще одной фразой. Херете. Мы говорили херете, херете. Херете. Эта фраза такая херете. Она переводится как возрадуйтесь. Но несмотря на то, что она как бы обращает обращение на «вы», ее можно говорить и на «вы», и на «ты». Такая универсальная фраза, очень хорошее пожелание. Греки, когда уходят, говорят херете. Когда приходят, говорят херете. Универсальная фраза, чтобы поздороваться, попрощаться с одним человеком, со многими. По-дружески или с уважением на «вы». Фраза на все случаи жизни. Херете. В общем-то, впрочем, как и слово ясу-ясас. Правда, ясу — это на «ты», а ясас — это на «вы». Херете. Привет, привет, херете. Дальше. Смотрите. У нас песня «Саки Суруваса» осталась не до конца разобранной, правда? И сегодня, если мы сделаем еще один рубок, получается, мы эту песенку до конца разберем. Давайте вспомним, что мы с вами разбирали в прошлый раз. В прошлый раз у нас вот какой куплет. Второй куплет начался. Сегодня мы второй куплет до конца разбираем. Я произношу, а вы вслед за мной, чтобы язычок тренировался. Окей? Хорошо? Я не могу видеть, как ты грустишь. Не могу. Вен боро, вен боро. Не могу. Вен — частичка отрицания, когда мы констатируем факт. То, что у нас еще другая, мы ее увидим. Боро — могу. Влепо — вижу. Меланхоло — впадаю в уныние. Дальше. Магапас. Вы повторяете, да? Магапас. Сагапо. Ке. Явто. Явто. Ми-му-анисихис. Вот это ми — это как раз-таки частичка, которая не... Но она нам нужна, когда мы хотим попросить. Не делай чего-то. А вот здесь не беспокойся. Ты мне не беспокойся. Ми-му-анисихис. Магапас. Ты меня любишь. Сагапо. Я тебя люблю. Ке. Явто. И поэтому... Мей-му-анисихис. Ты мне не беспокойся. Вот. Дальше. Это мы с вами в прошлом эфире разобрали. Следующие слова. Я-кало. Итан. Оля. Фапуме. Я-кало. Я — это вообще предлог, который выражает... Ну, основные его значения — это для, ради чего-то. Например, мама у нас и мама. Я-ты-мама для мамы. Папа у нас бабас. Я-то он баба для папы. А тут для хорошего что-то. Все эти невзгоды, все эти печали, которые вот были, мы скажем, что это было ради чего-то хорошего. Всё это было ради чего-то доброго. Кало — это доброе, хорошее. Я-кало. Для доброго, ради доброго. Я-кало. Итан. Что такое Итан? У нас есть глагол-связка и-не. И-не — это в настоящем времени он, она, оно есть. Это как в английском глагол-связка to be. Из. Из — это в английском. He is, she is, it is. А в греческом — и-не. И-не — это в настоящем, а Итан — это в прошедшем времени. Итан — это было что-то. Было. Итан — это глагол-связка означает «было». У нас в русском тоже есть, слава богу, в прошедшем времени это было, есть оно. Итан — было. Я-кало Итан — ола. Всё было ради хорошего. Сапуме. Сапуме — это мы скажем. Сапуме — мы скажем. Да. Дальше. Дальше у нас. Дальше. Вот. Я-кало Итан — ола сапуме. Кёпос сэлуме ола сарсуне. Кёпос сэлуме. Ола сарсуне. Так. Видно ли всё? Знаете, почему-то исчезли комментарии. Я вроде как их двигаю так, чтобы посмотреть. Может, вы что-то комментируете, хотите что-то спросить? Так. А я их не вижу. Почему-то я их вот так даже смахиваю, и ничего. Так, ну попробуем без комментариев. Тогда, надеюсь... Как попробуем? Надо что-то сделать, чтобы были комментарии, да? Ведь всё-таки надо... Давайте я что-то напишу. Например, если я напишу комментарий. И поздороваюсь с вами, скажу. Я САС. Я САС. Я публикую. Комментарий не опубликован. Почему? Почему он не опубликован? Так интересно. Без комментариев я как без воздуха. У меня нет обратной связи. Мне тяжело. Но я вижу, что эфир, эфир, как бы я в эфире, вроде как. Всё нормально. Давайте я буду продолжать. Потом ещё раз попробую что-то сделать с комментариями, чтобы увидеть ваши комментарии всё-таки. Вот. И как мы хотим, всё, так и будет. Ола, сарсуне. Так и придёт. Дословно, сарсуне, это придёт. Ола, это всё. Опус, таким образом. Таким образом как? Есть такой глагол фэлло. Фэлло, это глагол хочу. Фэллумэ, это мы хотим. Фэллумэ, мы хотим. Так. Давайте посмотрим дальше. Опус фэллумэ, ола, сарсуне. Никитэс, что телос, савгумэ. Никитэс, что телос, савгумэ. Никитэс, это когда один победитель. Никитэс. Никитэс, это победители. Мы будем победителями. Мы победителями в конце выйдем. Сто телос, в конце. Телос, это конец. Сто телос, в конце. Никитэс, что телос, савгумэ. Глагол выходить, это вьену. Так мы его встретим в словаре. Вьену, это глагол выхожу, выходить. Савгумэ, выйдем. Никитэс, что телос, савгумэ. Победителями в конце мы выйдем. и дальше такая вот фраза перед припевом он прям скандирует поверь мне и поверь мне и дальше вот такой заводной припев ола кала ола кала вот давайте еще раз буквально прочитаем по одному разного это что у нас новое для хорошего все это было мы скажем и как мы хотим так все и придет к нам никитес стателус хавгуме никитес стателус хавгуме победителями в конце мы выйдем и поверь мне и поверь мне и поверь мне все будет хорошо олакала олакала дальше припев зажигательный сахи зарубаса олакала олакала а знаете я вспомнила все ли вы узнали в слове никитес ники слово ники помните мы кто смотрит сначала мы в одном из первых эфиров разбирали слова такие как николаос термо лаос мене лаос вот николаос это народ победитель имя означает народ победитель ники это победа есть еще и женское имя такое ники победа ники никитес это тот кто победитель от слова мекки так ну что же с комментариями то я все-таки их не вижу не вижу и все вижу комментарии все давайте еще раз попробуем давайте напишем все-таки комментарий почему же мне не под руку не не опубликовался то я я хочу вам сказать привет привет не опубликован калинта комментарий ну что такое чем он не опубликован то давайте единичку поставлю просто единичку скажу давайте я хочу нет комитут комментарий что это так будем учиться без комментариев тогда проводить эфир смотрите дальше дальше что она дальше дальше так так секунду мне пришло сообщение вдруг помощь друга помощь друга говорит продолжая дальше продолжаю продолжаю дальше так вы комментируете потому что какой-то момент вдруг эти комментарии раз и мне появится я такая вот смотрите у нас есть такой звук в греческом языке вот такой давайте ему делим особое внимание в русском его просто нету в английском есть когда мы в английском правильно говорим спасибо thank you мы его произносим thank you это звук такой глухой с thank you thank you и это буква фита фита в таких словах она присутствует как феос феос это бог бог феос феология феология учение о боге учение о боге по-русски это теология теология просто с передано в русский язык буквой т поэтому теология феология фомас это имя фома помните есть такой неверующий фома был такой да который все время подвергал сомнению то что мог делать иисус христос за сумас сумас это фома фома в данном случае в имени фомас на русский язык это передано буквой с буквой с фома обыкновенное фе но по-гречески правильно говорить все как мы произносим все вдруг если кто-то не помнит в школе как объясняли как произносить английскую в слове thank you мы берем язык и помещаем его между зубками или рядышком с зубками так чтобы вот этот звук выходил между лучше между лучше у нас вы прям не стесняйтесь прям повторяйте повторяйте и когда вы говорите по-гречески вы старайтесь эту букву всегда произносить правильно даже если это у вас замедлит скорость вашей речи намного это это будет сначала а потом когда вы каждый раз будете стремиться правильно сказать какой-то момент вы поймете что для вас это обычно если вы перед собой изначально такую цель не поставите чтобы эту букву произносить правильно этот звук передавать правильно ничего страшного не произойдет абсолютно единственное что вы не научитесь правильно произносить какие-то греческие слова а именно те греческие слова которые содержат эту букву этот звук выбор за вами каждый делает выбор для себя произношу я правильно стараюсь преодолеваю ли я себя переучиваюсь ли я потому что неудобно данном неудобно язык засовывать между зубами произносить а еще там же другие звуки надо произнести не просто сказать и так возвращаемся к нашим словам фомас фомас это фома а есть у греков имя женская сама и сама и это тоже имя от имени фома мне сложно сказать то что я не слышала как это по-русски не знаю у кого какие предложения может быть вот как назвать девушку у которой имя от мужского имени фома это по-гречески сама и фома и наверно так и будет фома и по-русски и последнее слово саласа 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 это море море вот это море начинается с буквы саласа вот мы сегодня даже потренировали вот такую буковку со 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 знаете почему потому что потому что мне очень понравилась фраза из песни до а после луны она фарсон и да все как мы хотим так у нас и будет вопрос целом и вот такая хорошая мысль давайте выразим правильно по-гречески и ради грамматики да давайте распрягаем глагол хочу его чтобы мы могли говорить во всех лицах я хочу ты хочешь он хочешь она она хочет она хочет мы хотим вы хотите они хотят его сын но обращаем внимание на окончании которые выделены красным цветом эго фэлло и повторяйте эсси фэллис эсси фэллис автос фэллис автос фэллис и у нас множественное число там где мы вы они и мисс фэллис эсси фэллис автос фэллис помните да что у греков они это три варианта они мужчины авто и там где о микрон йота автос это женщины они женщины автос фэллис автос фэллон это что-то среднего рода какие-то предметы среднего рода либо дети дети тоже среднего рода в греческом языке автос фэллон если посмотрим на первую строчку вот здесь на этой карточке и мисс фэллуме фэллуме так вот и вернемся к нашей песенке вернемся в песенке где же у нас наша песенка то мы им тут глагол фэллуме вот здесь как раз увидим келпус фэллуме ола фарсоны о пастель у на как мы хотим то есть тут нету слова мы переводе я написала и так как мы хотим все будет и вот это мы спрятана в окончании фэллуме на ум и заканчивается на ум и заканчивается глагол поэтому мы понимаем что это мы хотим смотрите вот эти окончания которые красным я выделяю они очень полезны и вы их запоминаете почему потому что все глаголы первого спряжения они все вот меняются с помощью этих окончаний то есть например вы знаете глагол трехо помните треху 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 моего запоминали на хана на песне варилий валерия леонтьева бегу-бегу вы если берете главу треху оставляйте основу трех и дополняется окончаниями которые здесь выделены красным вот так которые красненькие вы спрягаете глагол вы можете сказать я бегу ты бежишь он бежит она бежит она бежит мы бежим вы бежите они бегут и любой глагол первого споряжения. Теперь я бы, быстренько, буквально за две минутки объясню вам, что такое глагол первого споряжения, что такое глаголы второго споряжения, для чего они нам нужны. Когда для нас это язык родной, для греков греческий, для нас русский, нам этого вообще не нужно, у нас это на автомате. Прямо с младенческих времён мы научились этим пользоваться. Совсем нам нет необходимости знать, какое споряжение, какой глагол. Но глаголы, когда мы изучаем язык, когда мы изучаем язык, они нам так легко не даются, как мы знаем родной язык, и мы должны знать правила, по которым глаголы меняются. И есть две большие группы глаголов, у которых разные принципы изменения в речи. То есть в речи, когда мы говорим «он бежит» или «он может», это... О, пошли комментарии, здорово, классно. Так, если «он бежит» и «он может», «он бежит» или «он может» или «он может» или «он видит», это будет немножко по-другому. Почему? Потому что «видеть» — это глагол первого споряжения, а «мочь» — это глагол второго споряжения. И у них разные правила, как они ведут себя в речи. От того, что у них разные правила, как они ведут себя в речи, эти глаголы, именно по этой причине их и распределили по двум большим группам. Одна группа с определенными правилами, и другая группа тоже с определенными, но другими правилами. И в грамматике это называется споряжение глаголов. Первое второе спряжение в греческом языке когда мы хотим когда мы хотим греческом языке понять как мы изменяем глагол мы задаемся вопросом первое спряжение или второе спряжение первое спряжение берем вот это правило второе спряжение берем вот это правило как мы понимаем первое спряжение или нет ударение это волшебное слово ударение в греческом языке волшебное слово мы берем ударение, и смотрим в глаголе куда оно падает. Куда падает ударение? Я не случайно вот остановилась сейчас на карточке вот на этой ven boro ven boro, na sev lepo na melancholyse. Потому что тут есть два глагола второго спряжения и один глагол первого спряжения. Если мы посмотрим на ударение куда оно падает, мы увидим, что глагол boro, это один глагол, и глагол melancholyse, или вот внизу он написан «melancholo» — этот глагол, ударение падает на самую последнюю букву, на окончание. Ударное окончание. «Boro», «melancholo», «melancholis» — это ударное окончание. Соответственно, если ударение падает на окончание, это второе спряжение. Второе. Ударение на окончание — это второе спряжение. А ударение, когда падает на основу слова «vlepo», у нас «vlepo», «vlepo» — «о» у нас безударное. И когда у нас ударение падает на основу, это первое спряжение. Влепо — это первое спряжение. Значит, если это первое спряжение, мы можем взять этот глагол влепо, мы можем его взять и, подставляя окончание, которое вот здесь у нас красненьким выделено, сейчас я найду карточку, сказать «Я вижу, ты видишь». Он видит, она видит, оно видит. Мы видим, вы видите, они видят. Вот, я предлагаю у нас, что мы сделаем? Каждый эфир будем брать по одному глаголу второго спряжения и спрягать в настоящем времени. Первое спряжение, которое первое спряжение мы сейчас первое разбираем. Кану мы начали с кану, мы спрягали кану, его кану, и сиками, сда, делаю. Теперь стояло каждый эфир, будем спрягать по одному глаголу первого спряжения. Как только разберемся с первым спряжением, мы точно уже будем знать, тогда мы возьмемся за глаголы второго спряжения. Напоминаю, что за глаголы второго спряжения? А это те, у которых ударное окончание. Вот, например, «боро», «боро», «меланхоло» и много-много других глаголов. Так, давайте пойдём. Я очень надеюсь, что вас не утомила грамматика, а наоборот, дала вам, так скажем, информацию ценную. И поэтому давайте пойдём посмотрим, что мы делали в прошлый раз. А в прошлый раз мы заказывали кофе, помните? Помните, мы заказывали кофе? Да, ударение на окончание – это… Я вижу комментарии, не знаю, только они у нас сейчас в реальном режиме или нет. Ударение на окончание – это второе спряжение. Вот так. Мы с вами говорили о кофе и заказывали кофе. Да, вот, например, «ты фэлэте пара коло?» Мы представляли, что у нас спрашивает официант. «Что вы хотите, пожалуйста?» Видите? «Фэлэте». Вы теперь точно знаете, что «эте» – это окончание, которое подходит «вы». Поэтому «ты фэлэте пара коло?» «Что вы хотите, пожалуйста?» «Эна фрапе пара коло?» Да, одно кофе фрапе, пожалуйста. Да, одно фрапе. Кофе и сок. Кофе и сок мы тренировали, да. «Ти фэлэте пара коло?» «Эна капутино пара коло?» Мы говорили. «Эна капутино пара коло?» «Один капучино», пожалуйста. Просто, да, или по-русски одно капучино, правильно, наверное, сказать, да? Оно мою капучино, скорее всего. «А если это греческий кофе?» «Ти фэлэте пара коло?» «Энан эллиникоу кафе пара коло?» «Энан эллиникоу кафе пара коло?» «Один греческий кофе, пожалуйста.» «И соки». Так, комментарии в реальном времени, да. Это хорошо, что в реальном, да. Я вижу комментарии, я очень рада. Хорошо, что в реальном, да, здорово. А соки? У нас, например, у нас был апельсинчик. И сок апельсиновый, это был? «Химос портокалий». «Ти фэлэте пара коло?» «Энан химо пара коло». «Ти химо портокалий». «Что вы хотите, пожалуйста?» «Мне один сок, пожалуйста». «Какой сок?» «Апельсиновый». «Ти химо портокалий». То есть, какой сок? Мы говорим, что за сок? Официант спрашивает, что за сок? «Ти химо». «Яблочко». «Яблочко» у нас «мило». И сок у нас «ти химо». «Мило». «Мило». «Браво». И у нас был «ананас». «О, ананас». «О, ананас». И когда у нас спрашивает официант, «Какой? Что за сок?» «Ананас». Помните, почему у нас эта сигма убегает, да? У нас есть вообще «ананас» — это «о, ананас». Но когда мы говорим, что мы хотим сок ананасовый, сигма убегает. Почему? Потому что с точки зрения грамматики, если посмотреть, когда мы просим ананасовый сок, мы говорим «сок» типа «сок из ананаса». И тогда слово «ананас» в греческом языке ставится в винительный падеж. А такое правило есть в греческом языке. Раз в винительный падеж, слово «мужского рода» попадает, слово «ананас» мужского рода, значит, в винительный падеж эту сигму конечную забирает. Вот в винительном падеже сигмы нет в словах мужского рода. «Ананас». «Энна ананахимо». Да, «Энна химо ананас». Браво, Татьяна. Молодцы, молодцы. А сегодня, сегодня мы посмотрим кофе, что мы можем ещё заказать. Мы можем заказать кофе вот такую вкусняшку. «Мя бугатца крема». «Мя бугатца». Я говорю, вы повторяйте. «Мя бугатца», «бугатца крема». Те, кто были в Северной Греции, вы, наверное, очень хорошо умеете произносить это слово «бугатца». «Бугатца крема». Это распространённый такой вот слоёный пирог сладкий с заварным кремом. Именно в Северной Греции, на юге, на Пелопонесе, в Афинах. Мало кто это знает, и мало кто... Ну, вообще практически сложно найти где-то, чтобы купить. А ещё греки из этого, вот по такому же принципу, делают «бугатца». «Бугатцу» я так по-русски называю, потому что сложно... Ну, пирог можно, конечно, тоже сказать, но «бугатца» — это слово перекочевало в мой русский. А можно ещё заказать «бугатцу» с сыром, с сыром фетой. «Мя бугатца тири». «Тири» — это сыр. «Сыр». Давайте я произнесу, а вы за мной. «Мя бугатца тири». Что такое «мя»? Я не объяснила. «Мя» — это одна. «Одну бугатцу тири». Пожалуйста, «мя» — одна. «Одну бугатцу тири», «одна бугатца тири». «Бугатца тири». Это вот такой солёненький такой пирог, слоёный, потому что там сыр. Вот. А что же, например, такое вот нейтральное, да, то, что везде-везде в Греции знают, это вы тоже знаете, я уверена. Это «тиропита». «Тиропита». «Мя тиропита». Я говорю, вы повторяете, да? «Мя тиропита». «Мя тиропита». «Тиропита». Смотрите, вообще, само слово «пита». «Пита». Это вот. Я вам... Вот такой слайд я приготовила. «Пита». Это либо лепёшка. Разные лепёшки бывают. Кстати, когда вы шаурму или по-гречески «їрос» в Греции кушаете, и вот можно выбрать, можно попросить в хлебушке, можно попросить в лепёшке. И лепёшка как раз-таки вот в шаурме это тоже «пита». А другое значение «пита» — это пирог. Любой пирог. Вот любой пирог — это «пита». Тоже «пита». И поэтому, когда пирог с сыром, да, «миа тиропита». Первое слово — это от слова «тири» — сыр. А второе слово в этом сложном слове — это «пирог». Получается «сырный пирог». «Мя тиропита». «Мя тиропита». Да, вкусно. А ещё, когда мы пьём кофе, нам вот хочется иногда сладкого чего-то. Тогда мы закажем вот что. Вот что. Как вы думаете, что это? Вы можете прочитать. И это очень созвучно русскому слову. Особенно, если мы вспомним, что греки, ну, не характерно для них такие звуки произносить, как «ш», «ч», «шипящие». Да, не характерно. И они заменяют их другими звуками, которые им более привычны. Как вы думаете, что тут написано? И что это на картинке? «Шоколадный пирог». Да, пирог «пита». И «шоколад». Это «шоколад». «Мя», «шоколадо». «Опита», «браво». Почему «мя», а не «эна», «Полиночка», «привет». Потому что «мя» — это слово «одна» для женского рода. Когда мы по-русски считаем, если мы считаем, например, что-то мужского рода, например, мужчин, да, вот мужчины в обряд «т», мы их считаем «один, два, три». Женщины стоят, мы считаем «одна, две, три». Что-то среднего рода стоит, мы считаем «одно», «два», «одно», «два», «три». Так, да, «одно», «два», «три», «одно». То есть слова «один», они по родам меняются. «Имья» — это слово «одна» для женского рода. Почему? Ну, у нас это пирог. У нас-то один пирог. А вообще слово «пита», вот это слово «пита». И, соответственно, все слова, которые они содержат, это слово «пита», «сокулатопита», «тиропита», они женского рода, потому что «пита» женского рода. Окончание «альфа» на конце «альфа», «пита» — это очень популярное окончание именно для женского рода. Большинство слов в греческом языке, которые заканчиваются на «а», они женского рода. «Пита» — это женского рода, поэтому «мия» — «сокулатопита», Поэтому «мья шоколадопита», «мья пиропита», «одна», как бы, ну, одну тиропиту дайте нам, да, как бы, одну тиропиту, одну шоколадопиту, один шоколадный пирог, да, один кусочек шоколадного пирога. И когда мы переводим литературно, мы, конечно, смотрим, как это у нас, и соотносим с тем, какого рода у нас это слово. В данном случае род не совпадает. «Пирог» в русском мужского рода, «пита» в греческом женского рода. «Мья соколадопита», как будет множественное, множественное число от чего, от какого слова. Например, если нам нужно сказать «хотим два кусочка шоколадного пирога», тогда в данном случае «соколадопита» становится «соколадопитес», «пита», «пита» становится «питес». Например, «вио питес» — это две лепёшки, «вио питес» — это два пирога, «вио соколадопитес парагало», «эс» — окончание становится «эс». Окончание становится «эс» для множественного числа, не для всех абсолютно греческих слов, а для определённых слов в греческом языке. «Соколадопита» — это вот оно относится как раз к этому слову, «соколадопита», «соколадопитес». Смотрите, а если мы хотим заказать кофе, я знаю, что вы знаете, вы на прошлом эфире мне вот прям продемонстрировали резко, быстро, что вы всё прекрасно знаете. Например, кофе, когда мы хотим заказать сладкий. Мы говорим «гликоз кафе» — это именительный падеж. Когда мы просим, мы говорим «эна глико кафе парагало», потому что винительный падеж съедает сигму в мужском роде. Глико кафе, да? Все мне писали в комментариях, кто хотел сладкий кофе, писали «глико кафе», правильно писали. Глико кафе — это когда мы просим сладкий кофе, винительный падеж. А когда он у нас в именительном падеже, кто что кофе, «глико с кафе с». Если у нас кофе вообще простой, вот просто кофе, просто кофе, то простой кофе — это «скетос кафес». Но мы когда говорим про простой кофе, мы любим говорить кофе без сахара. «Скетос кафес». Но «скетос» — это вообще что-то очень простое. «Скетос кафес». Когда мы просим, мы говорим «скето кафе парагало», сигма уходит. «Скето кафе парагало». И если у нас там чуть сахара есть, он средний по сладости. Вот так греки говорят средний кофе. Средний по-гречески это метриос. И когда мы просим кофе вот такое вот среднее по сладости, мы говорим «эна метрио кафе паракалу». Сигма уходит, потому что это неименительный падеж тогда, когда мы просим кофе. Метрио кафе паракалу. А если мы хотим с молоком или без молока, как же это будет? Это будет вот так. С молоком. Мэ гала. В греческом языке, когда мы видим гамму, просто гамму, буквку, мы её произносим, знаете, как на юге в России говорят гэ, вот немножко вот так вот как-то глухо гэ, гэ. На Украине. В Украине тоже это характерное произношение этого звука гэ. Именно гэ, не звонкое гэ. Звонкое гэ тоже есть в греческом языке, оно чуть-чуть по-другому на письме отображается. Простая буква гамма это гэ, 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 гэ. Это можно гэкать. Мэ гала это с молоком. Хорис гала это без молока. Мэ это с, а хорис это без. Фрапе метрио мэ гала. Браво. Браво, Элина. Фрапе метрио мэ гала. Супер, супер. Как будет миндальное молоко? Миндаль. Амигдало. Гала амигдалу. Амигдало это миндаль. Амигдало. Соответственно, миндальное молоко. Гала амигдалу будет. Гала амигдалу. Гала амигдалу миндальное молоко. Смотрите, если кто-то из вас не очень хорошо знает слово «гала», это у вас, так вам кажется, что вы его не очень хорошо знаете, что слово «гала» означает «молоко». На самом деле мы все прекрасно знаем в русском языке, что «гала» — это молоко. Просто мы про это забыли или как-то нам про это, ну, может, не рассказывали. А на самом деле, когда мы говорим про астрономию, про галактики, да, мы знаем, что вот есть галактики, что Солнечная система вот в нашей галактике, которую часто называют «млечный путь». Млечный путь и галактика — это одно и то же, это два синонима. Очень часто «млечный путь» нашу галактику так и называют. Наша галактика, то есть Солнечная система в этой галактике существует. Есть несколько галактик, их много, как бы, насколько я поняла. И вот наша галактика — это «млечный путь». А млечный от слова молоко, да, какой молочный, молочный, млечный. И молоко — это гала. И у нас в русском языке оно есть галактика, да, только мы произносим гэ. И есть миф, мне кажется, ну, знаете, наверное, вы этот миф, но на всякий случай расскажу вам. Зевс, да, громовержец Зевс, это из древнегреческой мифологии идёт. Он полюбил Алкмену, смертную женщину, вот очень-очень влюбился он в неё. И вот от этого союза родился Геракл. Геракл родился от этого союза, и Зевс, понимая, что у него есть сын, сын от смертной женщины, он хотел придать ему как можно больше божественных таких способностей. Что он сделал? Он взял по одной версии мифа. Он взял этого младенца, вот новорождённого Геракла, и понёс, полетел с ним вместе, или как они передвигались, на Олимп. И пока Гера, его жена супруга Гера, богиня, спала, он приложил Геракл к её груди. И пока она спала, Геракл, значит, он пил молоко Геры. И таким образом он впитал в себя вот эти вот божественные способности. А в какой-то момент, когда Гера проснулась, она поняла, что вот накормит, не хотя она кормит Геракла, и она его так вот как-то, ну, его оттолкнула, отодвинула от себя. И, ну, кто мамы, кормящие мамы, вы знаете, как это бывает, наверное, да, это молоко брызнуло, молоко брызнуло, и вот это вот брызнувшее молоко, оно, как бы, получается, создало нашу галактику, в которой мы живём сейчас на планете Земля. Брызнувшее молоко Геры — это, получается, наша галактика. Гала, галактика — это молоко Геры, которое кормило Геракла, и он не хотел его кормить, на самом деле. Вот, поэтому Гала, сразу вспоминаете астрономию галактику, и когда вы говорите «мегало хорис гало» — с молоком, без молока. Главное — не перепутать «мегало» и «мегало». А, ну да, «мегало» — это «большое», «мегало» — это «с молоком». Ну, обычно, обычно по окончанию, да, «мегало» — это «с молоком». И когда «большой», «большой» с «молоком» — это разные по значению, как бы, слова? То есть, если вас спрашивают «большой кофе хотите?», ну, это как-то, я не знаю, ну, большую порцию хотеть. Большой кофе «мегало» — греки не спрашивают, на самом деле. Даже если двойная порция, они говорят «двойное», слово двойное — «випло». Поэтому при заказе это вряд ли вы перепутаете. В другой ситуации можно перепутать «мегало» — «большой», «мегало» — с молоком. А когда вы делаете заказ, даже большая порция кофе, это будет «двойное» — «випло с кафе» будет, «випло кафе». Вот мне нравится именно двойную порцию кофе заказывать, греческого, поэтому я очень часто пользуюсь этим словом. «Эна випло» или «нико паракалу» я говорю. «Эна випло» или «нико» — «двойной» — «пожалуйста, греческий кофе». Произношение похоже на «мегало» — «мегало». Ну, когда делаете заказ, вас правильно поймут, даже если вы не очень чётко произнесёте. «Соколата галактос» — «соколата галактос» — «соколата галактос» — «соколата галактос» — «да, это молочный шоколад». «Соколата галактос» — «липло с кафе» — «да, випло с кафе» — «это двойной кофе». Молодцы какие вы! «Молочный шоколад» — «соколата галактос». Так, смотрите, у нас ещё я предлагаю в каждый эфир тренировать по одному десятку числительных. Например, сегодня мы потренируем до 20, да, а следующий эфир мы будем тренировать с 20 до 30. И таким образом потихонечку мы десятки будем тренировать. И пока мы будем произносить, мы будем вспоминать и как бы единицы тоже. Вот. «Эхо, эхо». Так, пишет Ольга. Давайте попроизносим слов. То, что я знаю, многие знают, и это излишне для вас. А я знаю, что многие задумываются сказать «семь». Как будет «семь»? Очень тяжело сказать «семь» сразу. Надо будет посчитать «один, два, три, четыре, пять, шесть, семь». Чтоб такого не было, мы будем тренироваться, окей? «Эна» — я произношу, и вы произносите. «Эна», «έна», «έна», «βίο», «β», 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 « calle», «τРИа», «τρία», «대� Rate» «veis», «khay». «тэссера», «пэнве», «πэнве», «πэнве», «ペ prop», « Verse», «έξи», «эпта», «εпта», «επ Polsce» ОКТО ЭННЯ ВЕКА Одиннадцать. ЭНДЕКА ВОВЕКА ВЕКА ТРИЯ ВЕКА 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 ПЕНДЕ ВЕКА ЭКSI ВЕКА ЭПТА ΔЕКА ΟΧТО ΔЕКА ΕННΈА ΔЕКА ΕΝНЯ Вот, мы потренировали. Теперь давайте с десяти мы будем только четные, до двадцати. Века, до века, века тесера, века экси, века ухто и коси. А теперь с девятнадцати понечетно пойдем, до девяти дойдем. Века и ня, только нечетные, века эпта, века пэнде, века трия, эн века, эня. Минутка на каждом эфире будет уделена числительным и таким образом мы с числителями будем на ты. Мы с числителями будем на ты таким образом. Вот, теперь, теперь скажите, пожалуйста, комментарии, а у меня не видно, почему, интересно. Потому что вы так усердно повторяете или потому что они опять у меня зависли, как вы думаете? Так, давайте, знаете, как с тем, давайте сделаем, я уберу эти карточки, чтобы их не было. Пока что, вот так, да. О, четырнадцать, четырнадцать декатесера. Нет, вижу комментарии, вижу. Теперь давайте попробуем с кем-нибудь из вас поговорить, заказать, узнать, как дела, заказать. Что-то вы закажете. Закажите уже, исходя из того, что вы можете заказать, какой кофе вы хотите и с чем. Например, с каким-то пирогом. О, знаете, а я забыла вам. Ну, давайте буквально минутку. Не минутку, а как сказать. Вот, 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 вот. Секундочку. Эйна круассан. Круассан тоже вкусно с кофе. Эйна круассан. Среднего рода, поэтому эйна. Один круассан. Круассан. Да, французское слово, заимствование. Эйна круассан. Можно тоже сказать. Фейло. Эйна фрапе. Ке. Эйна круассан. Ке это слово и. Ке. Ке эйна круассан. Так, и теперь кто же хочет? Кто же хочет поучаствовать? Хочет? Ольга, я знаю. Ольга, я знаю, что вы хотите, да? Усердно повторяем, Татьяна говорит. Так, кто хочет? Кого вызвать в прямой эфир? Эйна Кулури. Кулури. Кулури, Елена. Да, Кулури тоже классно. Кофе. Кулури, это такой вот бублик. Наверное, все знают, посыпанный кунжутом, распространённый очень-очень в Греции. Я, Татьяна, хочет. Татьяна, Татьяна. Давайте попробуем. По-моему, мы с вами не выходили никогда в эфир. Или я уже не помню. Другая Татьяна хочет. Так, давайте посмотрим. Давайте попробуем. Так, я подсоединяю сейчас. Так, Татьяна, которая... Вот, которая... Татьяна, у которой ник начинается нижнее подчеркивание. Кейти Эм, нижнее подчеркивание Татьяна. Я вас вызываю в эфир. Добавить. Мы с тобой пообщались. Отвечайте. Отвечайте. О, здорово. Здорово. Калимера, Калимера, Калимера. Ты канете? Кала, чиш. Кала, кала. Сколько тебе лет? Сколько вам лет? Вы так молоденько. Веня. Эня? Ой, Текайня. Декайня. Декайня. Девятнадцать. Вот, какая молоденькая. Так приятно, здорово. Текайня, хроно. Пошо, хроно. Получается, и по-гречески можете ответить на этот вопрос? Пошо, хроно. Я у меня в эллиника, что школе. А, браво! Сто школео! ТЕЛЕЯ! ОПОТО, КОЛЛИ КАЛА ЕЛИНИКА! Ну, ЭТИ КЯТИ! ЭТИ КЯТИ! МЯЯ ХАРА ТО МИЛАСС! БРАВО! ОЧЕ ХАРОШО ГОВОРИШЬ! ПО ПРОВОЖУ КАЗДАЦИТ, ТОНИБО, ТИ СА ПАРАНГЕЛИСЬ, ЧТО ТУ ЗАКАЖЕШЬ? Εγώ θέλω ένα αναναχημό και ένα κρουασάν. Κι ένα κρουασάν. Μπράβο! Μπράβο σου! Ωραία! Ένα αναναχημό και ένα κρουασάν. Αντίνος το κανανάσαβε ή κρουασάν. Τέλεια! Μπράβο! Τατιάνα, δε τι βάζει? Ναι! Χαίρομαι πάρα πολύ, Τατιάνα! Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλήσαμε! Χαίρομαι πάρα πολύ! Ευχαριστώ! 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 Какая умница девочка, Τанечка! Браво! Как она красиво говорит по-гречески! Молодец, Таня! Супер! Супер-супер! Браво! Умничка! У нас ещё другая Татьяна, кто хотел? Умничка! Смотри, Танечка, сколько тебе! Прямо лайков! Все твои! Молодец! За твою смелость, за твою старательность! Молодец! Так! Татьяна Толстолыткина! Вы тоже, по-моему, хотели! Давайте! Давайте тоже с вами видим прямой эфир! Так! Татьяна Толстолыткина! Татьяна Толстолыткина! Добавляю вас! Подключение! Идёт! Написано, что идёт подключение! Вы подключаетесь! Постарайтесь подключиться! Если у вас хороший интернет, то тогда всё здорово будет! Татьяна Толстолыткина! Я вас подключаю! Подключаю! И не могу понять, почему не происходит подключение! Это интернет или это что-то другое? Или, может, в последний момент передумали? Всякое бывает! Если мы смотрим прямой эфир! Полиночка тебе тоже 19 лет! Никак не происходит подключение! Может, что-то помешало подключиться! Давайте! Что-то другое! Давайте, знаете, как сделаем! Давайте кого-то ещё подключим! Кто хотел? Кто это ещё хотел? Кто-то хотел ещё? Так! Так. Так, так, так… Зелло, зелло! Елена! Давайте, я вас подключу, вы пишите Сэлло! Да? Давайте попробуем! Елена Новицкая. Давайте! Так. Если вы правда хотите! и вам еще в последний момент не помешает тогда сейчас я вас найду ольгу которая всегда готова подключиться и всегда готова поговорить по-гречески вот елена елена я вас подключаю я вас нашла давайте поговорим по-гречески а смелису мэленика отклонила елена тогда фэлу я увидела в комментариях от вас фэлла елена застеснялись вы что ли давайте тогда так а вы кулури хотели куя кулури хотела а я восприняла это тот прям как будто участие в прямом эфире не стесняйтесь елена не стесняйтесь видите как танечка прям смело так все четко сказала давайте тогда не надо я писала про другое а я этого не видела я и вас искала я вижу сейчас ваши комментарии но я искала вас усердно давайте ольгу подключим ольгу 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 которая очень прямо активно участвует вот ольга давайте потренируемся а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ясо, Аристополь Спасибо! Татьяна, хотите поговорить? Вы варите? Вы можете разговаривать одновременно? Ольга так держать! Ольга так держать, конечно! Ольга, браво! 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 Поликала! Поликала! Татьяна пишет прям по-гречески! Здорово! Здорово! Так, ну вот! Эт Харистополи пишет Ольга! Здорово! Спасибо вам! Будем тогда заканчивать на сегодня, да? Следующий эфир у нас будет... Ой, выберу новую песенку какую-нибудь, да? Смотрите, если у вас есть прям очень какие-то прям пожелания такие насчёт песни, я знаю, что сейчас, если я скажу, как бы, чтобы вы помогли мне в выборе песни, то сколько у вас, столько и прилетит пожеланий! Вот! Если у вас, вам действительно что-то очень какую-то песню хочется разобрать, вы можете в комментариях записи к этому эфиру оставить, название этой песни, и до среды включительно я посмотрю комментарии, да, в среду вечером я посмотрю комментарии, если я увижу, что действительно, ну, есть, одна и та же песня повторяется, то тогда мы её возьмём. Если я увижу, что это действительно, там, не знаю, 20-30-50 разных песен, ну, не знаю, сколько вы зайдёте комментировать будете или нет, если я увижу, что это очень большое разнообразие, то я сделаю выбор на, как бы, на свой выбор. А если я увижу, что действительно повторяется название песни и действительно есть на неё спрос, я возьму эту песню, хорошо? Вы можете в этом поучаствовать. Таким образом, как? Как? На страничке Музей Невестраву в ленте будет запись этого эфира, под запись этого эфира можете оставить комментарий. И вот следующую песню прошу разобрать такую-то, да, окей? Знаменитую песню «Самы из Евровидения». О, их несколько знаменитых. Руаса именно. Руаса, шейкид-шейкид, но она на английском, если это руаса. Вот. Ну всё, спасибо вам большое. Мне очень приятно, что вы были в эту субботу тоже со мной, занимались греческим языком, это здорово. Это вот прям заряжает меня до следующей субботы. Я вот с этой энергией, с вашей энергией хожу, и вот это даёт мне действительно радость и вот смысл, что действительно это нужно. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.